В марте 1942 года перед Куйбышевским областным судом предстала гражданка Касухина. В течение некоторого времени исполнявшая обязанности делопроизводителя строительно-монтажного поезда номер 3 железной дороги имени Куйбышева. В течение нескольких месяцев своей службы в этой должности гражданка Касухина совершила целый ряд преступлений, каждая из которых была направлена на дестабилизацию и без того трудной жизни тылового города. Под этим небом серым, что дождичком сечет, контроль приходит верам, теориям учет. У меня в руках хлебные карточки военного времени, введение которых было вызвано жесткой необходимостью регулировать распределение продуктов тогда, когда в стране шла война. Хлеб, сахар, чай, кофе, макароны и еще многие другие продукты куйбышевцы могли получить только вот по этим карточкам, которые ценились на вес золота, а иногда даже дороже этого самого золота. Именно и это последнее обстоятельство и сделало вот такие карточки предметом очень многих преступлений, фигурантом одного из которых в конце 41-го и в начале 42-го года и стала гражданка Касухина. Устроившись на должность делопроизводителя строительно-монтажного поезда номер 3 железной дороги имени Куйбышева, она, пользуясь безграничным доверием беспечного начальника, могла брать гербовую печать, когда и насколько ей было нужно. Заручившись чистыми бланками и самыми разными фальшивками на свое имя, однажды гражданка Касухина скрылась и была задержана работниками милиции на станции Батраки в тот момент, когда пыталась получить продукты, которые выдавали на продовольственные карточки для работников поезда. На допросе Касухина созналась, что занималась подлогами и ранее. Так, в январе 42-го года ей удалось получить 22 комплекта вот таких карточек, часть из которых она продала, а другие обменяла на хлеб и продукты. При обыске у Касухиной были обнаружены документы, приготовленные для получения новых хлебных карточек. Можно не сомневаться, за свое преступление гражданка Касухина получила сполна. Так что ни хлебные, ни какие другие продовольственные карточки не понадобились ей в течение нескольких ближайших лет. В марте 1942 года в Институт переливания крови города Куйбышево пришла домашняя хозяйка Анна Яковлевна Спицына, заявившая, что она очень хочет помочь чем-то фронту. «Сыновей у меня нет, поэтому я прошу взять у меня сколько нужно крови для спасения жизни наших бойцов, сражающихся против фашистов». Кровь 53-летней Спицыной оказалась высокого качества. На станции у нее взяли 200 граммов, а через две недели еще 400 граммов. От денег Спицына отказалась, передав их в Фонд обороны страны. А пока домохозяйка Спицына сдавала кровь для бойцов Красной Армии, в этом же самом Куйбышеве орудовала шайка преступников, которой руководил известный преступник-рецидивист по кличке Мишанька Сухостой, сбежавший из исправительно-трудового лагеря. 20 января 1942 года Мишанька Сухостой вместе с другими подельниками проник в квартиру гражданки Петровой, проживающей в доме номер 74 на Тверской улице, и потребовал выдать ему деньги и вещи. Насмерть перепуганная Петрова лишилась дара речи. Воспользовавшись этим, преступники ввалились в дом и затолкали в квартиру Петрову. Будучи хорошо вооруженными, они были абсолютно уверены в своей неуловимости и безнаказанности. Связав Петрову, они здесь же при ней стали решать, что им с ней делать, убивать или нет. Потом решили, что и так сойдет. Велели Петровой завести патефон погромче, ложили вещи в узлы, и снова связали перепуганную хозяйку, заперли дверь и скрылись. Однако остаться безнаказанными Мишаньке Сухостою и его подельникам на этот раз не удалось. Уже через два дня эти джентльмены удачи были задержаны уголовным отделением управления милиции города Куйбышева и предстали перед судом военного трибунала войск НКВД Приво. В ходе следствия были установлены личности не только непосредственных участников ограбления, но и их пособников, приемщиков и укрывателей награбленных вещей. Трибунал приговорил Мишаньку Сухостоя Бондаренко и трех его ближайших сообщников к расстрелу. Еще шесть пособников получили по 10 лет лагерей. По заслугам была наказана и содержательница Притона, известная по кличке Налька. Суд определил ей наказание, выразившееся в семи годах лишение свободы. В предмайском соревновании 1942 года переходящее красное знамя на Куйбышевском трикотажном комбинате легкой промышленности была завоевана бригадой товарища Родиковой. Бригада успешно преодолела трудности перехода цеха на новый пошив, и уже со второй половины мая в ней не осталось ни одной работницы, которая бы не перевыполняла сменных заданий. Например, утюжница Кикина регулярно вырабатывала до 178% нормы, мотористка Соболева — 200%, а закройщик Попреткин — 225% нормы. Получив знамя, бригада не остановилась на достигнутом, начала бороться за еще более высокие производственные показатели. Январским вечером 1943 года работница Яркулева возвращалась по дачной улице города Куйбышева к себе домой. Час был еще не поздний, но на улице пустынно. Внезапно, совсем недалеко от ее дома, на дороге появились трое парней. Один из них пошел впереди нее, а двое других подошли вплотную сзади. Яркулева испугалась и попыталась уйти в сторону, но было уже поздно. Парни пригрозили ей ножами и потребовали деньги и продуктовые карточки. А потом один из них скомандовал, а ну, раздевайся. Так Яркулева осталась без пальто, платка и жакета, отобрав которые, злоумышленники скрылись. Точно так же грабители действовали и в нескольких других случаях, останавливая женщин в темноте на безлюдных улицах и граби их. В нескольких случаях ограблений принимала участие девушка, которую запомнили сразу несколько жертв. В конце концов, сотрудникам угрозыска удалось выйти на след грабителей и задержать всю шайку, которая состояла из девяти человек. В основном это были подростки от 16 до 18 лет. Среди них несколько учеников школы ФЗО номер 33, и слесарь авторемонтных мастерских, ученик железнодорожной школы и ученица школы ФЗО номер 1 по фамилии Коняева. Преступники сознались, что в течение октября-декабря 42 года ими были совершены несколько уличных ограблений, а также четыреквартирные кражи со взломом. У преступников были изъяты все похищенные ими вещи, которые вернули владельцам, а сами грабители предстали перед судом. В феврале 1943 года в колхозах Куйбышевской области широко развернулся сбор подарков фронтовикам к 25-й годовщине Красной Армии. Каждый колхозник стремился порадовать бойца, поздравив его с этим праздником. В семьях колхозников выбирали для этой цели лучшие продукты и предметы личного обихода. Для доставки подарков на фронт в колхозах было решено выбрать специальные делегации, которые отвезут собранные подарки и передадут фронтовикам горячий привет от тружников тыла. Мы возвращаемся к разговору о тех же самых хлебных и продуктовых карточках, которые так часто становились предметом преступлений, что, наверное, даже золото не могло бы составить им в этом конкуренции. Да и что золото? Золотом сыт не будешь, а вот с хлебными карточками будешь и сыт, и обутодет. В феврале 1943 года органы правопорядка задержали в Куйбышеве целую группу лиц, которая занималась подделкой хлебных и других продовольственных карточек и талонов. По сговору с работниками нескольких магазинов они получали в этих магазинах продукты и продавали их по спекулятивным ценам на куйбышевских рынках. 20-22 февраля Куйбышевский областной суд рассмотрел это дело и, найдя обвинение доказанным, приговорил двоих участников преступления к расстрелу, а остальные получили тюремные сроки от двух до десяти лет. В 1942-43 годах страна сражалась под Сталинградом и на Курской дуге, мерзла под Москвой и в Ленинграде, падала от усталости у станков. Но в это же самое время были и те, кто совершал совсем другие подвиги, которые рассматривались в областном суде, выносившем им разные суровые приговоры. И размокает, как сухарь, в потоках этих дождевых теоретическая старь. А до чего я к ней привык? С вами был Михаил Перепелкин.